Первая книга Параллипоменон, 10 глава, это трагический конец царствования первого израильского царя. Вот как мы читаем 13-14 стих. «Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал перед Господом, за то, что не соблюл Слово Господне, и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа, за то он и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иесею». Этот крах царя не наступил в один момент. Саул двигался к нему, не выполняя, не слушаясь, не подчиняясь Слову Божьему. Вот как мы читаем в параллельном отрывке из первой книги Царств, 15 глава, с 22 по 26 стих. «И отвечал Самуил, неужели все сожжения и жертвы столь же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, как и волшебство, и противление тоже, что и дало поклонство за то, что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. «И сказал Самуилу, согрешил я, ибо приступил повеление Господа и Слово Твое, но я боялся народа и послушался голоса их. Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мной, чтобы я поклонился Господу». «И отвечал Самуил Саулу, не ворочусь с тобою, ибо ты отверг Слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». Можно отвергать Слово Божье открыто и прямо, как это делал Саул, не подчиняясь или поступая вопреки. А можно пренебрегать Словом Божьим, осуетившись и не находить времени для молитвы или чтения Библии. В том или в другом случае мы одинаково пренебрегаем Словом Божьим и одинаково не поступаем к Божьим повелениям. Пусть Господь сохранит нас, а эти ежедневные чтения Библии ободрят нас быть послушными и последовательными в своем исполнении Слова Божьего.